всем привет из киева столицы украины сегодня 16 августа 2020 года сегодня с нами интересная красивая бабочка орденская лента если вам интересно как и кайжана орденская лента оставайтесь с нами мы видим между прочим какую-то серенькую бабочку невзрачную такой сидящий тихонько спокойненько ну да 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 и такие вот серенькие невзрачные бабочки которые немаленькие надо сказать которые разного размера правда некоторые даже очень даже и не небольшие а некоторые очень даже и крупные прилетают на свет вечерами уже вот как раз в августе месяце когда не си тихонько сидят на подолок я на стенах чаще всего на стенах и как ты не за не заметишь потому что они серенький разве что большие если они сидят на стволе дерева так и вообще не заметишь настолько все сливается с деревом смотрите какая пестрая раскраска такая серенькая абсолютно как будто кора дерево но это и есть бабочка орденская лента сейчас мы посмотрим попробуем ее перевернуть она сидит в баночке вот 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 начало начало летать ну да 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 сейчас она все таки начала летать с тем чтобы показать свои что же за орден она нам представляет что же это за орден очень симпатичный орден предварительное определение катоколя элеката семейство ноктуиды совки естественный класс это насекомые и чешуи крыла и лепидоптера локата не внесена в конласную книгу поэтому с ней спокойно можно работать красную книгу вновь внесено несколько видов из орденских лент как оказывается некоторые из них достаточно редкие например орденская лента голубая катоколя фраксиния она иногда тоже залетает и в подъезды на балконы она в красной книге катоколя фраксиния хотя она так достаточно широко распространена и встречается и вот и в киеве в харькове и закарпатье на юге украины а вот некоторые другие виды вот такой замечательный симпатичный краснокрылые бабочки сейчас попробуем ее еще немножко вот видите она когда сидит чтобы ее никто враг не заметил и птичка ее не заметила не склевала она прячется из вторую пару за крыльев чтобы никто не увидел у него хорошо развиты усики очень пушистые ножки они с такими сделанными шипиками хоботок очень длинный очень длинный хоботок сейчас мы поговорим о их биологии да но прежде всего скажем что вот и пара видов например катоколя дизъюнкта с юга украины внесена в красную книгу катоколя диверса красно-желтая тоже на юге украины встречается тоже включена в красную книгу катоколя фрак сини и катоколя спонса писано еще линнеем широко распространены даже на левобережной украине на правобережной отмечено но находится в красной книге малиновое орденская лента а это катоколя локата сейчас мы ее все-таки побеспокоим покажи покажи божья коровка как ты летаешь а ты как показываешь нам задние крылышки видите какая орденская лента красная орденская лента с очень красивый белый окоемочкой потом идет черная окоемочка потом красная черная и опять красная этих бабочек этого рода катоколя 1 1 всего лишь генерация за год достаточно редкие некоторые виды некоторые достаточно часто встречаются прилетает даже в городе зимует у них отложенные яйца и гусеница траток отрождается весной живут они обычно по одиночке и питаются различными листьями различных растений имеется различная трофическая приуроченность но большинство из них питается например листьями дуба но не только дуба другие некоторые виды питаются и листьями тополя поэтому есть вид который так и называется большая и малая орденская лента тополевая тополя осины ивы ясеня дуба березы клёна ольфи обычно крупная бабочка откладывает больше яиц нежели чем малое самое крупное например фраксини может отложить до 900 яиц очень крупная выходит гусеница из яйца развивается она около месяца 24 до 26 дней у фраксини на развивается медленно например даже 48 дней у фраксини катоколя фраксини самое крупное размах крыльев у нее может быть даже до 10 сантиметров 78 108 миллиметров 10 сантиметров достаточно крупная и голубой ленты это на жизнь все серенькая бабочка сейчас покажет нам снова крылышко эти них не хочет показывать это красная крылышко а у катоколя фраксини так голубые вот такая вот симпатяшка окукливается между листьями как раз на самом дереве в таком не очень плотном коконе и как раз примерно в июле в августе появляются первые особи орденских лент самых разных говорится за что орденскую ленту вручают вот за самые разные события вот орденские ленты очень разные большие маленькие средненькие из дуба это и дуб обыкновенный и дуб каменный некоторые виды повреждают питаются даже каштаном обычным каштаном съедобным необычным съедобным немножко другой у которой образуют и орешки которые можно кушать или больше в закарпатье например сами и мага у них имеется вот этих бабочек имеется очень длинный хоботок больше чем 10-15 миллиметров некоторые особи я уже наблюдал и показывали свой хоботок и они подпитываются соком который вытекает из поврежденных деревьев это это не обычно вечером на некоторые виды летают даже ближе к суммаркам около вечернее время на некоторые летают даже и днем с 10 до 17 часов дня а вот не большинство из них все-таки прячется сидит спокойно на стволе деревьев или может быть на стенах домов и окружающих любых стенах сливаясь полностью с окружающим ландшафтам и и абсолютно не видно как будто кусочек грязи кусочек ткани или кора а вот когда наступает вечерний период бабочки начинает активно летать и часто прилетать просто к окнам к окнам и на балконы и к окнам около подъездов и просто залетают даже в дом вот если это более крупные виды таких бабочек тут желательно их конечно выпускать потому что они их можно определить только при помощи специальных определителей с тем чтобы узнать что же это за вид бабочки поэтому такие симпатичные бабочки они абсолютно не вредят потому что численность их не велика не очень симпатичные лучше их выпускать особенно голубую орденскую ленту которая показывается достаточно редкой и внесена даже в красную книгу хотя и на их собирают те которые виды редки проет что если их ловит при помощи светов ловушек один-два экземпляра прилетают всего лишь за ночь так что они довольно таки редки желательно если вы их заметили просто выгнать ее утречком или вечерком просто с балкона и она найдет себя в укромное местечко сложит крылышки притвориться и будет сидеть до вечерней поры когда она вылетит спарится и может быть если ее не съест никакой стриж еще которую не улетел на юг или другие птицы поскольку бабочка достаточно крупной или какие-то ночные мыши летучие мыши которые будут летать тоже очень любят питаться такими крупными бабочками видите даже с обратной стороны заметно какое очень симпатичная раскраска телу этой бабочки очень длинные такие шипики на задних ножках которые тоже ножки очень пушистая не очень длинных работок и пушистая грудка трудно сказать самец или самочка попался уже что сам вот такая симпатичная бабочка орденская лента нам пролетела на балкон и было очень интересно не посмотреть вблизи чтобы ее не повредить все-таки и раскраска пришлось и посадить более крупную банку трехлитровую с тем чтобы она немножко посиделась и попал на нашу камеру здесь вам было любопытно увидеть орденскую ленту из рода катакаля катакаля и доката вот такая она симпатичная и показывает свои ленточки на задних крыльях и симпатичные постараемся ее слишком долго не держать станет сумерки будем ее выпускать потому что если не в сумерках выпускать то стрижи они кругом летают и быстренько быстренько сожрут эту бабочку она еще не успеет долететь до какого-то укрытия то что выпускать их точно сумерках летучих мышц не так ну не так новых стрижей гораздо больше они более шустрые может быть даже и в коллекции не надо такой палочку брать потому что она симпатичная и красивенькая полюбуйтесь хочет улететь конечно конечно хочет улететь молодец показал что умеешь летать потому что многие виды попадают но экземпляры подать с отбитыми ножками стресс нашими такими крылышками конечно они не годятся в коллекционный материал лучше их выпускать или например грунт грунт тоже сильно вот побьет можно в коллекцию не брать спокойно и и выпустить так что спасибо за ваш интерес внимание пишите в комментариях видели ли вы таких бабочек из рода катакаля орденских лент и когда они к вам пролетают пролетают они к вам на балкон на дачу в дом залетают я ник вам помещений но не бойтесь они очень симпатичные они бабочки не кусаются не пугаются они сами всего боятся и стараются от вас побыстрее улететь только прилетает на лампу и конечно кружаться и бьются не знаю куда дальше лететь потому что перепад между светом и тенью очень большой и нас свет больше всего привлекать бабочек вечернее время поэтому они бьются об свет лучше их выпускайте веником выгоняйте в баночку посадите и выпустите так что вот такое сегодня бабочка спасибо за внимание пишите в комментарии и заходите на нашу страницу в патреон если хотите участвовать в создании новых интересных симпатичных видео о различных насекомых и о природе до новых встреч с вами был виктор фурсов и бабочку орденской лента катакаля лаката пока пока до новых встреч на моем канале заходите на патреон линк в описании и а